Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, с вами Аурум, и у нас новое испытание. Причем, знаете, я бы даже внимания никакого не обратил, но типа подумаешь, очередное какое-то говенькое испытание с говенькими призами и прочее, как-то периодически происходит, но нет. На этот раз призы, прямо скажем, очень даже. Почему? Потому что, ну, по моим скромным подсчетам, суммарно за это испытание можно получить, внимание, 261 тысячу голды. Это сугубо бонусами, не учитывая вот главные призы. Кстати говоря, я их реально не считал, но если посчитать, значит, будет там 270 с копейками, тысяч золота, но это одна четверть, то есть это реально четверть миллиона золота. Блин, это сумасшедшие деньги, на самом деле, реально очень, 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 очень много, и, блин, ну, я уверен, каждый хочет это дело по себе получить. Давайте сразу, с самого простого способа, как пройти это испытание, причем даже сразу два способа. Первый, в общем-то, всем очевидно и понятно, что в сервисе Boost Royale вы можете заказать Boost, и все вот три эти испытания вам будут пройдены на ура. Ссылочка на Boost Royale, я уверен, вы уже соскучились за рекламой Boost Royale на моем канале, находится в описании, впрочем, как всегда. Ребят, второй сразу же способ, это поучаствовать в конкурсе, который тоже проходит в сервисе Boost Royale. В общем-то, конкурс заключается в том, что нужно там сделать подписку, репост, в общем, переходите в группу Boost Royale, там все поймете. А приз за этот конкурс, это прохождение текущего испытания. На самом деле, тоже есть вероятность, даже бесплатно получить прохождение этого испытания. А, да, кстати, чуть не забыл. Говорят, что если прямо сейчас поставить этому видео лайк, то обязательно пройдете это испытание. Я не проверял, но так говорят. Для тех же, кто хочет, собственно, сам попытать удачу и попробовать пройти это испытание, давайте разберемся, что же тут и как. Значит, первое испытание у нас усложняющийся бой. Ну, вроде, короче, здесь все очень просто, много рассказывать не буду, нужно просто набить 9 корон, и все. Не важно, сколько раз вы проиграли, просто 9 корон набиваем, и поражения никакие не важны. Можете хоть 100 поражений сделать, абсолютно без разницы. И призы, соответственно, тоже не очень большие. 200 голды, 400, 1200. Вот такая история. Далее, второе испытание у нас уже посложнее, и здесь нужно сделать, ну, 6 побед. Опять же, я сначала такой, блин, ну где же надпись по поводу поражений? Ну, как вы знаете, вот опытные игроки, которые уже неоднократно проходят испытания, знают, что это не просто 6 побед, но и поражения здесь тоже учитываются. Поэтому это испытание уже будет немножечко усложнено. Конечно, 6 побед, не 12. Набить многие смогут, но все равно довольно потно. Награда 7500 плюс 10, 17500 плюс 600 голды. В общем, получается 18100. Довольно достойно. Давайте двигаться дальше. Далее, третье испытание, и название у него тройной эликсир. Здесь у нас уже будет тройной эликсир, да, здесь забыл сказать, что тут двойной. Ну, в общем, вы и сами все видели. И тройной эликсир, значок у нас уже гранда. Вы видите, да? Если мы проходим на 12 побед, получаем 162 тысячи голды. Карл, 162. Это сумасшедшие деньги. Это просто невменяемо. То есть, если перевести всю голду, которую мы получим за эти все 3 испытания, получается почти 14 тысяч гемов. Ну, если я правильно считал. Ну, то есть, вообще колоссальные просто деньги. Здесь, опять же, 3 поражения мы вылетаем. То есть, допустимо, сделать 2 поражения и 12 побед. За 2 победы получаем 2000 голды. За 4, 6 тысяч. 18 тысяч за 6. Потом тут бэби драгоны какие-то завалялись. Не понимаю, почему именно они, но ладно. И за 10 побед уже первый нехеровенький такой бонус в размере 54 тысячи золота, ребят. Это правда, правда много. Ну, и последнее вы видели. 162 тысячи голды. Плюс еще за 12 побед мы получаем тоже, соответственно, 11 тысяч голды. Давайте так. Оценочное мое мнение. Насколько сложное это испытание и сможет ли его пройти каждый. Испытание довольно сложное. Но в то же время не самое сложное. Пройти ли сможет его каждый? Нет, к сожалению, не сможет. Но первые 2, да, на изи. Я думаю, что вы все осилите. Я в вас верю, реально. Но последнее, по сути, это такой же грант, только на тройном эликсире. Видео у нас называется все-таки топ-5 способов. Поэтому и начнем, пожалуй, с самых фундаментальных способов. Я давненько уже не пилил подобных видосов, поэтому многие, возможно, забыли, а многие и не знали. В общем, самое важное, начинать прохождение всех трех испытаний в момент запуска этих испытаний. То есть в пятницу с самого утреца напрягитесь и начните проходить, пока у вас есть бесплатная попытка. Мне кажется, что даже с бесплатной, вот если начать с самого начала, можно пройти все три испытания довольно на изи. Почему? Ответ прост, потому что именно в начале испытания самое максимальное количество игроков играет в одно и то же время. Просто у всех, никто еще, представьте себе, никто еще не играл, у всех еще бесплатные попытки. И, конечно же, как только появляется оповещение, что бесплатное, то есть вообще пуш-уведомление у всех появляется, что бесплатное, особое испытание начато. И, в общем-то, у вас есть бесплатная попытка, поэтому, конечно же, все побегут играть. И вероятность того, что вы найдете себе какого-нибудь нубасика, она достаточно высока. Потому что в последний день испытания, в воскресенье, его уже начинают проходить бустеры. И проходят на тех аккаунтах, на которых люди сами не смогли пройти. Чаще всего такая ситуация. Я уже говорил об этом по статистике бустерояля. Реально в последний день испытания крайне сложно всем бустерам играть. То есть испытания проходятся не с первого раза. Поэтому это, если бустерам сложно играть, да, то есть людям, которые профессионально этим занимаются и профессионально на этом зарабатывают деньги, то обычным игрокам и подавно очень-очень сложно. Следующая тема это то, что испытания у нас не драфт. И, в общем-то, слава богу, потому что каждый из нас сможет выбрать какую-то колоду, которая хорошо играет и попытать удачу в этом испытании. Как вы понимаете, у нас двойной эликсир, тройной эликсир. И это значит, что сам бог велел юзать какие-нибудь пуш-колоды. В особенности это может быть голем. И мне кажется, это просто парад будет големов, потому что, ну, голем самая такая серьезная пуш-карта гончая. Но гончих будет меньше, во-первых, потому что это лего. Во-вторых, что не все умеют хорошо играть воздухом. Опять же, потому что, скорее всего, это лего. Ну и на третьем месте у нас гиг. Но големов будет просто невероятная тьма. Поэтому, ребят, с одной стороны, рекомендация и способ, как легко победить, это брать голема. Выбирать самые лучшие пуш-колоды. Можно брать, точнее как, можно даже не брать сборщики в данном случае. Потому что, ну, сами понимаете, здесь бешеное количество элика. Не уверен, что какие-то быстрые колоды с хогом здесь будут канать. Вы просто не успеете их прокручивать, да. То есть, соперник с первых минут начнет пушить вас големом. А хогом вы за это время, пока, за то время, пока он будет вас пушить, просто, скорее всего, не будете успевать башню его сносить. Но тут тоже дело вкуса. И очень сильно, то есть, не нужно на 100%, вот, типа, Аурам сказал, бери голема, я возьму голема. Нет, так делать не нужно. Берите ту колоду, которой хорошо играете. Протестите с окланами и вперед с песней. Опять же, то, что нам уже известно, что големов будет прям дофига, пуш-карт будет прям дофига, это говорит о том, что нужно брать и деф. Старайтесь составлять какие-то анти-колоды. Если вы увидите много однотипных колод, составляйте колоду таким образом, чтобы она хорошо противостояла этим метадекам, популярным в текущем испытании. В данном случае, ну, можно предположить, что Торнадо, найс, очень даже. Разные сплэш-карты тоже пойдет, Инферно, да. То есть, понимаете, все, что может, еще раз, пригодиться вам против пуш-калод, вперед с песней, юзайте на здоровье. Стоит ли вообще принимать участие в этом испытании? Очевидно, да, я уже это сказал, да. То есть, если вы, ну, как бы думаете, что у вас там селенок не хватит или что-то такое, задумайтесь, что пройти это испытание, вот, точнее, все три испытания сделать, если вы делаете там по шесть побед в каждом испытании, то вы уже получаете очень большую кучу золота. Поэтому, ребят, очевидно, пробуйте. Я уверен, у вас все получится. Опять же, если не будет получаться, знаете, куда обращаться. Сервис Boost Royale по ссылке в описании. Там же проходит конкурс. И, уверен, все у вас будет круто. В комментариях к этому видео не забудьте написать, какой колодой планируете проходить это испытание. В принципе, можете даже карты перечислить. Я уверен, многим будет полезно. Ну, потому что под текущее испытание даже на каком-то статс рояле или еще где-то будет сложно подобрать колоду, потому что, ну, это довольно индивидуальное испытание. Поэтому, если среди вас есть какие-то гуру, то опишите, точнее как, напишите свою колоду и опишите, почему она топовая. Это, в общем-то, еще один способ пройти это испытание. Выбрать себе правильную деку. Это, ну, 50% успеха. Правда, ровные руки тоже никто не отменял, но это уже такое. С вами был Ауром. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки, ребят.